Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в моем любимом поселке Витязева. Светит солнышко, теплышко и вообще все хорошо и прекрасно, ребят. Сегодня мы будем смотреть с вами на пляж на речке Мажипсин, потому что от этого гостевого дома вас туда могут отвезти абсолютно бесплатно. Сейчас люди нарабатывают себе новых отдыхающих в плане того, что хозяева купили этот дом, подремонтировали и начинают свое ведение бизнеса в поселке Витязева. Это очень хороший момент, когда можно приехать отдохнуть. Здесь, допустим, есть номера эконом от 300 рублей с человека. Если все в номере есть, то 400 рублей с человека. Вот так вот сначала открывая все карты, экономьте деньги, приезжайте. На календаре у нас сегодня 11 июня 2023 год. То есть уже в лето вот такие цены у нас, друзья. Также можно самостоятельно сесть на 128 маршрутку, уехать на Паралию или на 23 на пляж Мира. Друзья, выбор за вами. Давайте ознакомиться и смотреть, что здесь есть. Рядышком магазинчик есть. Это улица Греческая, пересечение с улицей Афинской. Здесь напрямую сразу же, ребята, все номера. Греческая 17А, номер телефона вы видите. Также будет в названии и под видео. Парковочная зона перед домом. Асфальт, никакой пыли. И заходим во двор, который полностью закрыт. Будет очень удобно для отдыха с детьми. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашем гостевом доме семейный уют. Приезжайте на летний отдых с друзьями, родными своими. Будем вас ждать. Вдруг вы не хотите оставлять машинку на улицу, можно будет загнать во двор и ее здесь оставить в безопасности. Хотя и там у нас ничего, видите, не случается. Здесь у нас есть зона отдыха. Можете посмотреть, какая красивая качель под навесом с виноградной лозой. Скоро, кстати, виноград уже поспеет. Осталось только лето прожить, но все равно. Я обожаю беседки и виноград. Вот хоть убедите, для меня это самое главное, наверное, плюс, который должен быть в каждом частном секторе и гостевом доме. Здесь очень много цветов высажено по участку. Вот такой диванчик, столик, стульчики. Это одна из зон для отдыха. Номеров здесь всего лишь 9, друзья. То есть на первом этаже и немножечко экономно на втором этаже. На первом этаже возле каждого номера есть место, где вы можете посидеть. Там столик есть, также шезлонги во дворе. Можно позагорать. То есть все, что вам только может понадобиться, друзья. Если чего-то будет не хватать, всегда обращайтесь с хозяевом. Они будут рады вам помочь. Для детей есть вот такой вот бассейнчик с рыбками, чтобы они занимались рыбалками. Есть батут, детская качелька. Мне, кстати, очень понравилось, как у вас здесь сделана вот эта вот зеленая зона. Ты подходишь здесь и клубничка, и вот скоро инжир должен поспеть. Даже юка произрастает. Ну, очень красиво смотрится. Здесь мы можем увидеть, что имеется также бассейн. Бассейн-каркасник. Вода в нем фильтруется, и он стоит на солнышке. То есть она прогреется, и будет очень комфортно вашим деткам или вам искупаться. Потому что бассейн такой довольно-таки большой. Покажу, как выглядят наши будущие фрукты. Я думаю, что тем, кто живет в городах, сейчас будет очень полезно вот так вот поотдыхать и увидеть. Вот импомендорчики поспевают. Ой, какая красотища просто, ребята. Ни один частный сектор не может обойтись без вот такой вот шикарной мангальной зоны. Здесь тоже для детей есть песочница поиграть, взрослым посидеть. Два мангала. Возможность приготовления на казане. Есть сковорода. Тоже можно нажарить кучу всякой вкусняшки. В общем, друзья, все для вашего великолепного отдыха и проведения времени за друзьями. Абсолютно правильно сказали. Это семейный уют. Если вдруг вы хотите готовить сами, а не ходить куда-то по нашим столам, то для вас, мои дорогие, работает у них вот такая вот зона кухонная. Здесь есть все нужное для приготовления еды посудам. У каждого номера, видите, подписанный свой шкафчик. Я, кстати, такого раньше нигде не видел. Прикольно смотрится. Холодильнички, плита. Помыть посуду. Есть микроволновая печь, чайники. Чайники, кстати, здесь присутствуют в каждом номере. Сейчас я вам это все покажу. В вентиляторе, что самое главное, вот так вот закрывается вход. То есть мухи сюда не залетают. Очень красивая, светлая, яркая кухня за счет того, что она находится под прозрачным навесом. Трансфер с вокзала на вокзал сейчас тоже бесплатно. Повторяю, ребята нарабатывают гостей для своего уютного домика. И надеюсь, что у них все получится. В дальнейшем будет, как говорится, развитие еще и больше улучшений. Давайте посмотрим номера. Вот такой вот номер. Мы заходим. Здесь есть стол, чайничек. Есть две односпальные кровати, двухспальные кровати. Диван раскладывающийся идет, как док-место. Сплит-система, тумбочка, холодильник, место для хранения, фен, телевизор. Место, куда повесить ваши вещи. Также имеется свой санузел. Тут одеялки, есть пледики и также есть плечики. Санузел выглядит вот так. Так, есть раковина, зеркальце, набор принадлежностей. Тут побрызгалка. Есть душевая и унитаз. Номера вот такого формата, где все есть принадлежности для вашего отдыха и санузел, будет по 400 рублей с человека. Я их сейчас вам все покажу. Номер два. Он выглядит вот так вот. Также заходим с правой стороны зеркала, есть столик. Даже конфетки положили как комплименты. Говорят, у нас тоже родственники занимаются таким бизнесом. И вот у них научились всем этим прелестям. Есть место для хранения, телевизор, холодильник и раздельные кровати на четверых. То есть, приехать в компанию. Также есть сплит-система. Место для хранения выглядит вот так. И вот в таком формате санузел. Зеркало, раковина, есть унитаз и душевая. Это третий номер. Заходим здесь. Он вот в таком формате. На входе зеркало. Есть односпальная кровать, дополнительное место. Еще односпальная кровать, двуспальная кровать, холодильник, место для хранения, телевизор, сплит-система, две тумбочки, чайник и конфетки для вас, дорогие друзья. Шкаф выглядит вот так. А это санузел. Здесь раковина, зеркало, унитаз, душевая. Кстати, тут есть и ведра, тазики, и чтобы подмести вещи. Сейчас мы с вами смотрим четвертый номер. Здесь разнообразные наборы кровати. Такие же две односпальные, дополнительное место. Есть такой стол с зеркальцем, дополнительные стульчики. Они, кстати, в каждом номере присутствуют. Я думаю, что вы заметили. Есть холодильник, чайник, тумбочка, телевизор, сплит-система. Место для хранения выглядит вот так. И, конечно же, свой санузел. Раковина, зеркало, набор принадлежностей, унитаз и душевая. В пятом номере сейчас проживает. Но он выглядит примерно так же. Повторяю, в каждом из номеров можете приехать за 400 рублей с человека. При этом, если приезжать на большой срок, торгуйтесь, разговаривайте. Думаю, всегда пойдут вам навстречу. Потому что нашим Витязюла рады всем гостям. Запомните это. Поднимаемся сейчас на второй этаж. Там номера будут подешевле. Такая вот лесенка. Сверху есть место, где посидеть. Здесь такая вот общая зона. Есть дополнительные шкафчики. Сплит-система работает. Есть место, где покушать. А также телевизор. То есть, если вдруг надо, дети пришли, посидели здесь, посмотрели. Здесь всего лишь 4 номера. В этом у нас проживает. Я вам покажу остальные 3. То есть, дверь закрывается. Просто пооткрывал я, чтобы было мне удобно. Заходим, смотрим. Есть вентилятор. Есть стол. Два спальных места. Тумбочка. Пожалуйста. За 600 рублей на двоих можно приехать. Также место для хранения. Выглядит оно вот так. Дополнительную кроватку вам предоставят детскую, если надо. Колясочку можно взять. Здесь у нас двуспальная и односпальная кровать. Также можно воспользоваться доп. местом. Есть стол, вентилятор. То есть, сюда за 900 рублей можно доехать. Также зеркальце. Имеется тумбочка и место для хранения. Выглядит оно вот так. Заходим в еще один номер. Здесь слева две тумбочки. Вентилятор. Двуспальная кровать. Место для хранения. Зеркальце и одна прикроватная тумбочка. Место для хранения выглядит вот так. Я думаю, что предложение довольно-таки хорошее. Если вдруг вам надо сэкономить, приехать на долгий срок и бюджетно отдохнуть. Просто не у всех сейчас есть хорошие финансовые возможности. Харить, я думаю, что не стоит в комментариях. Для тех, у кого денег много, ребят, я снимаю очень много обзоров. В том числе на днях мы снимем вообще там практически первую береговую линию с хорошим ценником. Где вы все сможете оценить по высшему уровню. На вот эти четыре номера имеется вот такая душевая. Кстати, душевая есть и туалет на улице. И вот такой вот санузел. Раковина, зеркало и унитаз. Так, я надеюсь, что ничего не упустил, про трансферы все рассказал. И надеюсь, что вам этот обзорчик понравился. Ну, а теперь мы будем отправляться на море. Повторяю, выбор пляжей здесь очень большой. 114-я на параллию. 23-я на улице Мира. На своей машине можно уехать вообще куда угодно. Ребята на своей машине предлагают вам трансфер на любые пляжи. Я бы там советовал на Пионерский проспект. Тем более, здесь рядышком можно выскочить без пробок через объяснюю витязел и проскочить, допустим, либо на Можипсин, там парковка бесплатная, либо если с их трансфером, то можно, допустим, на пляж Афалини. В общем, выбирать вам. Мы поедем на Можипсин, посмотрим, какая сейчас там обстановочка. Вот смотрите, 7 километров 15 минут показывает, если я поеду до пляжа Можипсин. До параллии, до входа показывает 8 минут 4 километра. По утра мы часто ездим с вами купаться на пляж Венера. Это 6 километров 12 минут. В общем, выбор пляжа, честно, большущий. Поехали, на Можипсинчик. Итак, друзья, мы добрались. Я выбрал именно этот пляж, потому что мне здесь, как говорится, более интересно. Повторяю, здесь пока еще парковочка бесплатная. Будем надеяться, что так и останется. Вот видите, слева, с правой стороны машинки здесь ищут себе места. Я провезу прямо до самого конца. Ну, если там не найду, то уже вернусь где-нибудь здесь поставлю. Потому что ходить я люблю, это все мое. Тут, в большом сожалению, нет асфальтового покрытия. Но еще недавно снимал в телераме, кто смотрит меня, то видели, я здесь рыбака показывал на Можипсин. То есть, кто спрашивает, куда поехать, там рыбки половить. Вот, пожалуйста, приезжайте на Можипсин, ловите, наслаждайтесь. Мужчин, кстати, много. То есть, только единство, они по-плохому паркуются. Если бы вот так бачком тук-тук-тук-тук, сюда бы их влезло еще гораздо больше. Ну, я думаю, что придет понимание. Вот, люди с детками гуляют. Мы же двигаемся дальше. Я так понимаю, что это машины именно с этих отелей тут и стоят. Пляжик очень популярный. Я повторюсь, потому что это единственное сейчас место, в котором можно подъехать как можно ближе к морю на машине. Особенно будет очень удобно для людей с ограниченными возможностями. Потому что вы приехали, здесь нет у нас бархана. И по прямой, по настилу добрались уже до воды. Единственное, организации купания здесь для малобогомобильных граждан нет. Ну, будем надеяться, в дальнейшем будет развиваться и тоже появится. Люди идут. На машинах здесь не гоняйте. Будьте аккуратны. Вот, кстати, мужчинка прям вот здесь ловил тогда рыбом. С соратником кайтером привет. Так, друзья, машинку мы припарковали, поставили. И можем отправиться на пляж. Пляж у нас сегодня на обзоре вагона. С левой стороны можете увидеть. Очень интересное атмосферное место. Мои подписчики туда приезжают часто. Кушают там шашлычки. Говорят, что один из лучших баров и ресторанов. Ну, и здесь я хочу в очередной раз похвалить наших организаторов пляжей. В этом году сделали очень широкие настилы. То есть, если раньше там один человек или проходил, то в этом году прям в два раза увеличили. Но я люблю ходить по песочку. Мне кажется, это мое все. Все, идешься на море и уже настроение улучшается. Единственный момент. Сегодня, кстати, в телеграм-канале мы показали места, в которые вы можете приехать, купаться, где не запрещено купание. Здесь пошла волна, появился ветер. И поэтому, друзья, будьте бдительны и аккуратны. Я не могу вам запрещать, но на многих пляжах вывесили уже красные флаги. После утренней публикации о том, что ветер усиливается и будет волна. Собственно, что мы с вами наблюдаем. С левой стороны это муниципальный пляж. Там висит красный флаг. Здесь вправо у нас огромное количество разнообразных принадлежностей для пляжного отдыха. Даже если вы с собой ничего не взяли, главное берите, ну сейчас, наверное, деньги, а телефон, ребят, чтобы у вас все было. Речка Можепси у нас продолжает впадать в море. Водичка в ней мы смотрим, что чистенькая, красивенькая протекает. Отдельно место для курения на пляже вдалеке от всех. Так что, ребят, соблюдайте, пожалуйста, курите. Мы вас уважаем, ваш выбор, как бы, но курите, пожалуйста, в отведенных местах, чтобы другие не дощали середину. Потому что у нас в основном детки присутствуют на пляже. Передевалочки, мусорки, даже рукомойничек есть на пляже. Ну и лежачки здесь по 400 рублей, друзья. Море сегодня просто невероятный цвет. Ну, здесь красный флаг, кто-то дальше, я тоже думаю, красный флаг. И у нас наш друг Артем, кто-то его помнит, Пасуко, приветствую себя, дорогой. Всем приветствую. Мы недавно заходили к нему в шашлычную в Анапе. Очень вкусно, спасибо, что делаешь такие места. И очень большой привет обслуживающему персоналу. Такого обслуживания я вообще никогда не встречал. Настолько приятно у вас там девушка работает. И самое главное, вкусно, ребят. Как у тебя адрес на Анапе? Парковая, 71. Приезжайте и оставляйте ваши отзывы. Мне понравилось. Ну и здесь что ты сделала, расскажи. Пицца чебуречная. Можешь снимать все внутри, все чисто, красиво. Оборудование все стоит. Очень вкусно. И вкус. Ой, отзывы от наших отдыхающих. Спасибо большое. Смотрим. Чебуреки, ребята, по 150. Чебуреки 3 в 1 по 200. И пиццы готовят хачапури по-аджарски. 350, картофель фри 150. А хачапури готовят по заказу или как? По заказу. Мы все по заказу делаем. Люди подошли, заказали, мы приготовили. У нас готовая продукция не лежит. Ага, то есть все именно по заказу. Мы заказали буквально 2-3 минуты и все готово. Также и пицца, и чебуреки. Слушай, ну это прям великолепно. Если бы мне сейчас не в море, я бы, наверное, хачапури заточил бы. Прям я вспомнил этот вкус. Тем более люди хвалят, и это хорошо. Ну, хорошая работа. Пойдем смотреть дальше, ребята, на пляж. Здесь арбузики. Спасибо. Продают попкорн и лежачки. Людей уже у нас пана приезжал сегодня. Отлично. Вот так и надо рекламироваться. Смотрите, сколько лежачков. Частично сдают в аренду. С той стороны, кстати, людей больше. Ох, ё-хо! А что-то происходит. Короче, туда дальше нету ограничений на купание. И там просто народу в море, ну просто нереально много. Здесь же все-таки приглядывают за тем, чтобы люди не лезли в море. И их не так же много. То есть, вот видите, этот пляж свободен. А туда дальше там прям тоже большое количество людей купается. Все забивают на запреты. К большому сожалению, ребят. Так, речка точно теплая. Сейчас узнаем, какая температура моря. Хотя и здесь, смотрите, вот там вдали, в глубине купаются люди. Я тебе вам показываю. Видите, как завернуло вот эти самые буйки? То есть, ветер создал давление воды. И поток вот двигается в ту сторону. Повезет пляжам аквамарина. Ребят, если кто-то там есть на пляжах, присылайте видео оттуда в телегу. Они должны почиститься. И вообще, в принципе, сейчас продуют все наше побережье. Если бы ветер дня на три, вообще было бы идеально. То есть, большие массы воды несут вас туда вбок. Это боковое течение. Оно еще опаснее, наверное, даже, чем тягуны. Потому что вы зашли, вроде на мели, на мели, купаетесь. Тут бац, под вами яма. Я в детстве так чуть не утонул. Будьте бдительны. Ребят, всегда купайтесь. Особенно с детьми прям рядышком и за ручку. Если вы рискуете в такую погоду туда заходить. Ну, собственно, море прекрасно. Осталось узнать температуры и радоваться, как говорится, жизни. Температура воздуха 24 у моря. Хотя вчера было 30 плюс. Вот из-за ветра, видите, немножко упало. Потому что ветер подул с моря. Но море, я уверен, что сейчас будет тоже ставить рекорды. Будет очень теплое. Ну что, друзья, любимая температура воды 23,1. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь нашим морем, нашим отдыхом. И всем, всем, всем. Главное, делайте это максимально безопасно. Я вас буду информировать обо всем, что у нас происходит. Делайте репосты, подписывайтесь, делитесь со своими друзьями. Также жду вас в группе ВКонтакте. Юрий Озаровский с галочкой Мориос, с Телеграм. Там происходят разнообразные розыгрыши. И максимальное количество информации прям в реальном времени поступает туда. Обо всем, что у нас происходит. Потом это все монтируется в ролике и появляется на Ютюбе. Так что добавляйтесь в Телегу. Жду вас там. Тоже можно через поиски Юрий Озаровский. Либо ссылочка в описании. Вот, выгоняет из моря людей. Так что слушайте, спасатели. Ну, честно, ребят, это весело, классно. Но для жизни может быть опасно. К сожалению, примеров предостаточно. Субтитры делал DimaTorzok